Всем привет, ребята! Вы на канале Бомбилка Live. Меня, как обычно, зовут Юра. И сегодня у нас на обзоре французский премиум тяжелый танк 8 уровня MXM449. Много интересных вопросов по этому танку возникает, поэтому сегодня подробно все обсудим. Во-первых, характеристики, плюсы и минусы танка, как на нем играть, стоит ли вообще брать, что вообще за агрегат. Конечно же, расскажу про оборудование, без этого тоже никуда, поэтому оставайтесь вместе с нами. Но перед началом, ребята, буквально на 40-50 секунд расскажу важную информацию для новых зрителей. Если вы уже подписчики, то можете промотать 40 секунд до начала видоса. Но, а если вы не подписаны, ребята, сделать нужно это прямо сейчас. Смотрите почему. Если вы прямо сейчас подпишитесь на канал, это 2 секунды, потом включите колокольчик в режим все уведомления, и после этого откройте на нашем канале раздел плейлисты, вы будете очень, ребята, удивлены, что в этом разделе увидите. Там для подписчиков сделана шикарная система подборок. Вот правда, проверьте, подпишитесь, ребят, колокольчик включите в режим все уведомления, не забудьте лайк, кстати, тоже видосу поставить, и потом проверьте раздел плейлисты. Вы будете удивлены. Ну, а мы начинаем видос, начинаем, ребята, как всегда, с характеристик, и давайте пройдемся по орудию. Здесь у нас 3 типа снарядов, ББшки, подкалиберы в роли голды и фугасики. На ББшках у нас средний урон 300 единиц и хорошая бронепробиваемость. Целых 232 для бронебойных обычных, не голдовых снарядов. Даже на восьмом уровне это очень даже неплохо, тем более для прем-танка. Что у нас по голде? Здесь все вот уже совсем не так радужно. 300 тоже средний урон и бронепробитие всего 263. Заметьте, 232 на ББ, а на голде не намного-то и больше, 263. На фугасах у нас урон 400 и бронепробиваемость 50. То есть танк, по первому впечатлению, должен неплохо выступать в роли фармера. Что дальше у нас идет? По пушке это показатель скорострельности, точности. Давайте разберемся. 5,83 выстрела в минуту делает француз. И урон в минуту получается 1747 единиц. Ну, следует сказать, что рекордов ДПМа я не вижу. Ну, за счет немалого... За счет немалой длительности перезарядки. Ну, 1747. Более-менее средний, не самый ужасный, но и не очень хороший ДПМ. По времени сведения у нас здесь 2,9 секунды. И разброс на 100 метров получается 0,36. Неплохая точность. Разброс довольно радует. Что он почти ближе даже уже к 0,35, но не приближается еще к 0,4. Для тяжа, я считаю, нормально. И время сведения, ну, не очень. Маленькое, 2,9 секунды. Довольно большое. Боезапас 60 снарядов. Что по орудию? Главный плюс получается. Это отличная бронепробиваемость обычными снарядами. Не очень хорошее бронепробитие у голды из минусов. Не самый высокий ДПМ. Довольно большое время сведения. Но, опять же, из плюсов еще отмечу. Довольно комфортная точность. Едем дальше. Что же у нас тут по живучести, по броне? Потому что танк позиционируется как бронированный. И, собственно, давайте разберемся. 1500 хп у этой машины. И броня корпуса имеет вот чисто такие показатели. 190 миллиметров спереди корпуса. 55 борта. 40 сзади. По башне у нас спереди башни целых 250 миллиметров. 120 по бокам башни и 60 сзади. Как вы видите, ребята, лобовая броня действительно хорошая. И вот так она выглядит уже по привиденочке. Прям подробненько. Опять же, мы видим неплохую защищенность в ЛД. Но, опять же, там где-то 180 миллиметров. Но у нас есть несколько слабых зон. Это, ребята, называется щеки. И если вы будете пытаться танковать ромбом, то есть, доворачивать, вот в эти места вас будут прошивать. Даже без голды. Поэтому будьте осторожны с игрой ромбом на этом танке. У него и так, в принципе, можно сказать, борта картонные. А если еще довернуть, вот эти места можно туда не получить. Вообще, АМХ это единственный французский премиум танк, который имеет хорошее бронирование. Однако, как я уже сказал, много нюансов. Играть нужно очень осторожно, потому что хорошее бронирование только именно в лобовой части, в бортах прям вообще-вообще картонно. И, опять же, будьте осторожны при игре ромбом. Ну, что касается башни, то здесь тоже, кстати, не все однозначно. Бронирование башни во лбу составляет 250 миллиметров. Это для танка 8 уровня, как вы понимаете, очень хороший показатель. Однако, на крыше находится командирский люк. Немалых размеров, который традиционно для нашей игры практически не имеет брони. Поэтому, ну, это ваше слабое место. Здесь никуда не деться. Вот так. Так, я думаю, общий вывод. Броня, конечно, у танка хорошая, но со своими минусами. Назвать ее прям супер-супер крутой и очень сложно. Пробивают, если знают враги. Мобильность. Масса танка где-то 70 тонн у вас будет. И мощность двигателя целая 1000 лошадиных сил. Удельная мощность получается 14,29 лошадиных сил на тонну. И мы имеем, ребята, максимальную скорость, пожалуйста, 40 километров в час вперед и 15 километров в час назад. Вот такие показатели. Не самая лучшая динамика, но для бронированного тяжа, в принципе, можно еще смириться с этим. Но динамика довольно посредственная у этого агрегата. Ничего не поделаешь. Особенно вот эти показатели, такие как скорость поворота и скорость поворота башни. Скорость поворота всего 25 градусов в секунду. Очень слабенькая. Скорость поворота башни 28 градусов в секунду. Ненамного лучше. Вот эти показатели маневренности расстраивают. Что у нас по обзору? 370 метров. Максимальный обзор АМХ стандартный. И дальность связи радиостанции 750 метров. Углы, ребят, хотелось бы все-таки пробовать танковать. Такой мощной бронированной башни, хоть и с лючком тут. Что у нас по углам вертикальной наводки? Я здесь все довольно хорошо. Ругаться не придется. Минус 10 вниз. У нас пушка опускается. Это отличные УВНы. И плюс 20 вверх. Опять же, я смело могу записать углы вертикальной наводки к плюсам этой машины. По маскировочке здесь небольшие показатели незаметности есть в процентах. Около 4 незаметность стоя и около 2 процентов незаметности в движении. Опять же, просто отмечу, что она не по нулям. И на том спасибо. Что же, ребята, у нас получается? Как играть на АМХ? Я считаю, что несмотря на минусы в броне, АМХ М4-49 создан для игры на первой линии. Соответственно, для ближнего боя. И броня действительно позволяет это делать даже иногда против танков более высокого уровня. Однако, с близкого расстояния соперник может легко выцеливать командирский люк, о котором мы уже говорили. И остальные, собственно, слабые места бронирования. НЛД хоть и небольшое, как мы видим, но все равно туда пытаются нас пробивать. И зачастую это у врагов получается. Но опять же, будьте осторожны с доворотами, потому что вы подставляете вот эти, можно сказать, щеки корпуса. Вот эти скосы. И сюда вас, когда наклон вы делаете приемлемый для врага, будут пробивать. Что касается динамики скорости, то она здесь не удивляет. Она, в принципе, средняя, как для тяжелого танка 8 уровня. Мы посмотрели удельную мощность. И, в принципе, где-то там 14,5 и более-менее лошадиных сил на тонну. Этот танк свои 40 километров должен в час, по идее, успешно набирать. Хотя, вот как мы видим по факту, сейчас вот он летит, едет по песочку. И за счет, видимо, сопротивляемости грунтов мы едем всего около 28-29, иногда там 30-31 километров в час проскакивает, но не больше. Ну, в общем, это далеко не главная фишка. Это действительно не самый быстрый танк. И динамикой он брать не должен. Опять же, еще один минус. Танк имеет довольно большие размеры, слабенькую скорость поворота и поворота башни. Поэтому старайтесь уникать, не встречаться с легкими танками, со всякими быстрыми эстэками, которые ваши картонные борта могут очень сильно огорчить. Из ярких плюсов танка можно отметить лишь, наверное, бронепробитие базовых бронебойных снарядов. 232 миллиметра. Благодаря этому показателю француз действительно неплохо ощущает себя в роли фармера. В роли, то есть, он должен зарабатывать серебро. И если вы не будете сильно баловаться голдой, которая им не намного лучше, а всего там 263 миллиметра имеет, в отличие от 232 на ББ, то вы будете очень неплохие результаты в плане фарма вывозить после боя на этом танке. Итак, ребят, давайте плюсы и минусы. Давайте плюсы и минусы, а потом оборудование. Из плюсов, действительно крепкая лобовая броня башни и корпуса, хорошее бронепробитие, хорошие УВНы, опять же, икра от рельефа, от холмов сразу работает. И, ну, наверное, достаточный боекомплект. Из минусов, посредственная динамика, не очень большой обзор, долгое время сведения орудия, очень слабая броня бортов. И еще, наверное, отмечу этот лючок на башне, который будут выцеливать и тем самым портить конкретно вам танкование. Что у нас по оборудованию, расскажу буквально через минутку. А перед этим хочу вас, ребята, очень сильно попросить. Пожалуйста, не забудьте поддержать канал. Как вы знаете, на канале Бомбилка Лайф, ребят, нет рекламы. Поэтому огромная, прям гигантская просьба, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому ролику. Это займет у вас 2 секунды. Ну, серьезно, ребят, рекламы на канале нет. Видосы выходят по нескольку раз в день. Ну, каждый день минимум. А от вас просто я прошу 2 секунды нажать кнопочку лайка. 3 секунды нажать кнопочку подписаться. Я считаю это несложно. Поэтому, пожалуйста, прожмите. 2 секунды подписаться, 3 секунды лайк поставить, 2 секунды включить колокольчик в режим все уведомления. Не поленитесь, не забудьте спуститесь под видосы. Каждому подписчику спасибо. Также пишите в комментарии ваше мнение по поводу этого танка. Мне тоже будет интересно почитать, посмотреть. И по оборудованию можете советы писать. Все это важно. Пишите в комменты. Ну, еще, ребята. Как вы знаете, в последние 20 секунд видоса уже очень скоро, уже обзор заканчивается. Вверху слева на экране будет большая-большая подборка обзоров на премтанки. А вверху слева на французские премтанки. А вверху справа на французские премтанки. А вверху слева просто на премтанки. В общем, в последние 20 секунд поставите на паузу, там выберите какую посмотреть. Но, самое важное, вот прямо сейчас, ребят, подпишитесь на канал, включите колокольчик в режим всеуведомления, поставьте лайк. И после того, как вы станете подписчиком, проверьте, что у вас как для подписчика откроется в разделе плейлисты. Там реально обалденнейшие подборки. Вот вы подпишитесь, колокольчик включите в режим всеуведомления, лайк поставьте и проверьте просто раздел плейлисты. Вы будете очень удивлены, ребят, что вы увидите. Ну и финальные итоги. Сейчас еще оборудование скажу. Первый слот профильный, как для тяжа. У меня стоит улучшенная закалка, чтобы хп было побольше. Дальше досылатель на второй слот. И на третий стабилизатор вертикальной наводки. Вот это лично мой вариант сборки. Ваш пишите в комментарии, может мой несовершенный, этого никто не исключает. Ну, а сейчас смотрим итоги. А вы подписывайтесь, колокольчик включайте в режим всеуведомления, лайк ставите и проверять раздел плейлисты. Итак, ребят, получается у нас редлик, защитник, спартанец, стальная стена, основной калибр, воин, мастер. 4 800 дамага, 8 фрагов, я считаю, очень круто сыграл. Ребят, сейчас главное, вы все подписывайтесь, все включайте колокольчик, в режим всеуведомления, ставите лайк. И можете вот после этого слева нажать на большую подборку обзоров на премтанке. Либо просто открыть раздел плейлисты, нажать на канал Бомбилка Лайф и там вверху будут плейлисты. Раздел такой целый, загляните. После подписки и колокольчика. На этом все, ребят, до скорой встречи, спасибо за просмотр, удачи, увидимся, пока-пока. Спасибо. Спасибо.